Руслан Кашелинский, заместитель председателя Верховной Рады Украины и Всеукраинского объединения Свобода, единственный заместитель спикера Украинского парламента Александр Турченов, считает, народ Казахстана не виноват в том, что Назарбаев поддержал аннексию Крыма. Руслан Кашелинский четко отделяет народ Казахстана от руководства страны. По мнению украинского политика, руководство Казахстана рано или поздно поменяется. Люди, поддержавшие аннексию Крыма, уйдут. Народ может не считать справедливым факт отъема части территории Украины. Я уверен, со временем будет другое руководство, которое выскажет другую точку зрения. Но новому президенту Украины необходимо игнорировать те страны, которые признают аннексию территории Украины. Это должно проходить красной нитью через всю деятельность новой власти и избранного президента. Украинские власти не должны себе позволять никаких преференций, никаких уступок к тем странам, которые поддержали аннексию Крыма. Кошелинский считает, что казахам необходимо бороться за национальную независимость. Нации важно сохранить свою землю, язык и культуру, иначе Российская Федерация ее попросту поглотит. По мнению вице-спикера Верховной Рады Путин под видом Евразийского Союза создает новую форму Советского Союза. Если казахи не сохранят свой язык и перейдут на другие языки, то Россия поглотит эту территорию. Если все-таки национальная самобытность сохранится, и казахи сохранят свою культуру, свои корни, свои желания, то у них есть шанс сохранить свою независимость. Казахи сами должны решать, как они хотят жить на своей земле, каким путем пойдут дальше. Если этого не будет, то Россия будет использовать все средства, чтобы захватить территорию казахов. В первую очередь начнут использовать средства информационной пропаганды, а затем начнутся и военные действия. Влиятельный украинский политик высказал свое мнение и о деле Мухтара Аблязова. Кошелинский с большим недоверием относится к запросу украинских властей, требующим экстрадиции лидера казахстанской оппозиции. Эту и другие информации, которые идут со времен Януковича, необходимо рассматривать под огромной лупой. Администрации и новому президенту необходимо пересмотреть те постановления, указы и документы, которые выходили из администрации Януковича. Выходили из администрации Януковича. Администрации Администрации